МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал СБС, передача экономика дня. В студии Хайло Мамедова. Оптимистичное начало недели цена на нефть на мировых рынках преодолела психологически важный рубеж – 60 долларов за баррель. Это впервые за год. Оптимизм трейдеров вызван масштабами вакцинации, а главный драйвер – это высокий спрос со стороны Китая. Более подробно тему обсудим с нашими гостями. В студии телеканала СБС находится Фуадо Лизаде, экономический обозреватель нашего телеканала. А онлайн в нашей дискуссии примет участие Андрей Белый. Он профессор университета в Восточной Финляндии, основатель консалтинговой компании Балэнесса. Балэсэна. Здравствуйте еще раз, Андрей Вячеславович. Большое спасибо вам также за то, что присоединились к нам. И будете сегодня разбираться в этой теме. До начала передачи мы немного с вами пообсуждали, поспорили даже в какой-то степени. Но я так поняла, что спорить буду только я, потому что оба наших аналитика-эксперта, они единогласны в своем мнении и говорят словами даже классиков, что слухи о моей смерти слегка преувеличены. Так, если говорим о ценах на нефть, о том, что сейчас вроде бы спрос восстановился, как долго это будет продолжаться, так чего ждут хедж-вонды, которые ставят на то, что цены будут расти? То есть, о чем сейчас думают инвесторы и о чем думают спекулянты? Давайте, Андрей Вячеславович, начнем с вас. Здравствуйте, спасибо. Да, это очень интересная тенденция, которая наблюдается на рынках нефти. И вы абсолютно правильно подчеркнули, что речь идет о восстановлении спроса в Китае и о определенном оптимизме на рынках нефти. Но к этому нужно еще добавить два фактора. Первый фактор – это то, что пока что на данном этапе сделка ОПЕК-плюс работает. И в начале января этого года Саудовская Аравия приняла одностороннее решение по сокращению ее дополнительного миллиона баррелей в день своего производства. К этому нужно еще добавить то, что решение президента США, нового президента США, о том, чтобы сократить лицензирование в офшорных зонах, которые подчиняются федеральному закону, они также приводят к определенному настроению того, что американская нефть не пойдет, не хлынет на рынки. По крайней мере, есть такое ощущение, филинг среди трейдеров. Хотя, конечно, что будет на самом деле с производством в США, мы еще не знаем. Второй фактор не менее важный, чем в принципе динамика спроса и предложения. Нефть – это символ. Мы сейчас живем в эпоху, в общем-то, нефтяного стандарта, который в каком-то плане заменил золотой стандарт. И, в общем-то, можно сказать, что нефть – это определенного рода институт. И существует не только спрос на саму нефть, но и спрос на цену на нефть. Это достаточно парадоксально может звучать, хотя для людей стран-производителей это, в принципе, вполне естественно. Но дело в том, что высокая цена на нефть или хотя бы стабильная цена на нефть позволяет тоже развитию энергоперехода, развитию новых технологий, развитию финансового сектора и развитию IT-сектора. И по этой причине как раз падение цен на нефть – это, в принципе, не меньший шок, чем чрезмерный перегрев цены на нефть. И по этой причине многие игроки как раз поставили на то, что цена на нефть должна вернуться. Что касается... Да. Это так. Ну, то, что цена на нефть должна вернуться, многие считают, что она будет расти. То есть не вернется к каким-то определенным показателям. Хотя, да, есть очень много прогнозов в плане того, что средняя цена на нефть в текущем году сохранится на уровне 53. доллара за баррель. Об этом говорит, в частности, Goldman Sachs. А вот если сейчас обратимся к нашему экономическому обозревателю, господину Лизаде, так все же, что считаете вы? Считаете, что цена на нефть будет продолжать расти на фоне того, что сейчас происходит – восстановление спроса и в неком роде сокращение добычи? Хотя вот этот дефицит, который образовался, он может очень даже спокойно заполниться как со стороны стран ОПЕК, ОПЕК+, так и сланцевых добытчиков США. Ну, я считаю, что на сегодня всех устраивается на 60 долларов за баррель. И поэтому, я думаю, что цена будет на этом уровне держаться в последнее время. Я еще раз хочу отметить, что вот вы сказали, что разные направления, ОПЕК, ОПЕК+, у них стран ОПЕК уже почувствовали еще два года тому назад, когда цены на нефть резко рухнули. И поэтому им 2015, 2016, 2017 год еще долго будет память. Поэтому мы помним, как в апреле они не договорились, и цена на нефть рухнула на уровне 18 долларов за баррель. И поэтому они очень жестко придерживаются сейчас взятых на себя обязательств. И даже если мы видим, когда цены начали расти в начале года, ни одна из стран ОПЕК не стала нарушать свои взятые на себя обязательства. Более того, как было отмечено, Саудовская Аравия даже решила сократить. Это выгодно. То есть страны нефтяного экспортера, они не увеличивают затраты, даже сокращают затраты, и в то же время получают большую прибыль. Если посмотрите, разницу цен от 40 до 60, это почти 50% рост. Никакого темпа роста доходов. И это им выгодно. То есть держать цены на уровне 60 долларов за баррель, они получают больше выгоду. Конечно, они хотят еще больше цен. И на 80, чтобы вернулись до 100 долларов за баррель. Хотя некоторые говорят, что это фантастика, цены на 100 долларов не поднимутся. Но при ряде условий они могут быть 100. И даже мы знаем, что рекорд цены азербайджанской сорта Азербайджан составляет 149 долларов 66 центов. И я думаю, что даже этот рекорд может быть побит. При, опять же говорю, при определенных условиях. То есть какие эти условия, я тоже могу сказать. Сейчас очень много говорят про альтернативную энергетику. Даже есть BP-3 варианта. Там распространилось, что при жестком соблюдении норм где-то на 80% может снизиться спрос по отношению к нынешнему. Но я думаю, что это слишком пессимический взгляд, потому что существует рост населения. Идет рост населения, если развитые страны могут себя позволить инвестиции в альтернативную энергетику, то страны Африки, Азии, это недоступно. Кроме того, население именно там растет. Да, может Европа в скором времени перейти на электродвигатели, отказаться от двигателя внутреннего сгорания. Но это не по карману для стран Африки и многих стран Азии. Андрей Вячеславович, как вы считаете, 100 долларов и больше, это из сферы фантастики. И что вы считаете все же по поводу того, что сейчас, как сказал наш экономический обозреватель, 60 долларов она устраивает всех, как производителей, так потребителей. Так они все останутся на этом показателе? Не будет все же такого перетягивания в неком роде каната, потому что, например, уже мы знаем, и Байкер Хьюж отчиталась, что в плане того, что уже сланцевые-то производители в США, они активизировались, потому что рентабельность производства их нефти при 60 долларах, она достаточно оптимальная и хорошая. Естественно. Давайте вспомним долгую историю цены на нефть, особенно с тех пор, когда она была конкурентной, то есть, по крайней мере, с конца 80-х годов. И что мы наблюдаем каждый раз, когда производители и потребители, международные энергетические агентства и так далее, говорят о том, что вот она, золотая цена на нефть, золотая середина, которую устраивает всех. Но цена, рынок, он шел то ниже этого показателя, то выше. И вспомним начало 2000-х годов, когда производители и потребители договорились, что 20-25 долларов за баррель будет, в принципе, норм. И через буквально несколько месяцев цена выросла значительно, и потом, через несколько лет уже после этого решения, она как раз достигла того рекорда, о котором сейчас упомянули. И наоборот. В 2014 году считалось, что вот те же 60 долларов за баррель – это определенный баланс. Тем не менее, зимой 2015 года, то есть в декабре 2015 года, все обвалилось до 20 долларов за баррель или ниже. Потом снова стало восстанавливаться. Существует психологический эффект. Как только цена на нефть падает, многие начинают говорить о том, что цена упала навсегда. Когда цена на нефть растет, многие начинают говорить о том, что цена расти будет. И дальше. Да, слышал, как 300 долларов за баррель в 2008 году, как раз вот говорилось. Цена в 2008 году упала очень сильно. Почему? Потому что нефть – это символ. И, соответственно, это самая, кстати, известная цена какого-либо товара. Это самая распространенная цена товарного рынка, потому что это символ. Соответственно, раз это символ, существует и спрос на эту цену. И вернусь к вашей ремарке насчет BP. Да, естественно, сейчас многие вкладывают в альтернативные источники энергии. И да, конечно, стандарт по сокращению метана в производстве будет, в общем-то, стоять ребром в ближайшее время, в ближайшие годы. Тем не менее, вспомним те же прогнозы BP, ушедшего с поста гендиректора BP Датли, Роберта Датли, который в 2018 году говорил, что ажиотаж, антинефтяной ажиотаж, может привести к тому, что не будет достаточно инвестиций в нефть, а спрос, как говорил ваш уважаемый экономический обозреватель, он будет расти и расти там, где зависимость экономики от нефти выше. В той же Индии экономика от нефти в три раза выше зависит от нефти, чем в странах Европейского Союза. Оттуда может прийти к такой ситуации, что будет сильный дефицит. А сильный дефицит, скорее, может привести к очень высоким показателям. Опять же, в краткосрочной перспективе, потому что высокая цена на нефть, она всегда кончается обвалом. Да. Вот сейчас хотелось бы как раз узнать, учитывая, что сейчас многие считают, что будет расти, в том числе вы, господин Ализаде, так что же ждут цены на нефть именно в текущем году? Это получается немножко в какой-то степени уже долгосрочный прогноз, потому что мы все знаем, что в этих условиях, которые сегодня существуют, эти глобальные риски, внешние шоки, говорить о том, что может произойти в течение года, это немножечко тоже из сферы фантастики, потому что максимум можно прогнозировать на квартал или полгода. Знаете, насчет прогнозов, если кто бы точно знал, что завтра он стал бы миллионером на любой бирже, если бы он точно знал какие-то рамки. А насчет прогнозов на год, мы знаем, что сейчас наиболее популярный прогноз на 2050 год, когда все откажутся, когда оперативно... Это прогноз Европейского Союза. Не только Европейского Союза, но и американцы сейчас стали делать упор на этот 50-й год. Но в любом случае, я опять говорю, что в настоящее время именно я буду где-то 55-65 долларов в коридор, все-таки, я думаю, более надежный, потому что после ухода, так скажем, Дональда Трампа ситуация на нефтяном рынке будет стабилизироваться. Нет того раздражителя, который бы открывал бы все, так скажем, разрешения на сланцевую нефть, чтобы резко добыча выросла. Мы знаем, что в рамках экологических программ уже запрещено на государственных землях там использовать эту технологию. И поэтому я думаю, что больше все-таки тренд будет бычий. То есть нарост. Если говорить действительно о трендах и нарост, но вот здесь есть такой момент, Андрей Вячеславович. Вот читая то, что говорят сегодня аналитики по поводу цен на нефть, они говорят, да, конечно, сейчас вроде бы спрос восстанавливается и среди позитивных факторов называют и то, что со стороны Китая, да, вот эти все поставки нефти, и то, что вакцинация масштабная, и то, что вы сказали, в США будет вливание еще денег в экономику для того, чтобы поддержать. Как бы учитывая все эти факторы, действительно, бычьи тренды, они наблюдаются на рынке. И все же есть мнение, что все это одновременно. То есть это все сейчас, но при этом та же вакцинация масштабная. Мы все же знаем новый штамм коронавируса. И сейчас не совсем понятно, насколько вакцины, которые созданы, они могут противостоять этому новому штамму и тем новым штаммам, которые могут ожидать человечество. Потому что по некоторым прогнозам, по прогнозам того же Goldman Sachs, который все знающий, он говорит о том, что вот этот коронавирус, эта пандемия с нами будет сохраняться еще на протяжении 10-15 лет. Да, я думаю, что никто не говорит о том, что пандемия закончилась, и о том, что мировая экономика вошла в какую-то оптимистическую фазу. Но мы не забываем и то, что цена на нефть периодически росла и в моменты, когда пессимистическая фаза развивалась. Кроме того, тут еще такая корреляция есть. Да, все, что вы сказали, оно верно. И оно, скорее всего, будет подталкивать к росту цены на золото в отношении к доллару. И, скорее всего, новая американская экономическая политика, и, судя по всему, она будет имплементироваться серьезно. То есть уже сейчас мы не ожидали того, что Байден, в принципе, серьезно начнет удовлетворять крайне левое крыло демократов. Уже сейчас можно сказать, что доллар будет, скорее всего, падать к основным мировым валютам, таким как евро, швейцарский франк или иена. Что, опять же, будет укреплять позиции золота. А золото с нефтью очень часто зависит от этого доллара, как динамика доллара развивается. Конечно, возможно такое, что доллар будет расти, цена на нефть тоже будет расти. То есть такие моменты бывают. Но, скорее всего, ослабление доллара обычно сопровождается с ростом цен на товарных рынках, пусто, но золото или нефть. Поэтому, конечно, скорее бычьи тренды. Естественно, возможны вот такие маленькие флуктуации, когда цена снова будет падать. То есть ни в коем случае не нужно рассчитывать на то, что цена будет линейно расти. Конечно, нет. Кроме того, конечно, вот этот упор, как в странах Европейского Союза и тем более в США, на новые технологии, на желание даже, я бы так сказал, создать энергетический переход сверху вниз по плану. Не рынок, чтобы это делал, а чтобы вот есть дедлайн, и к этому дедлайну мы уложимся. Это может, в принципе, спровоцировать немало тюрбуленций на рынке. Ну, смотрите, до начала передачи мы с вами говорили о том, что цены на нефть, они привязаны, вернее, цены на газ, они привязаны к ценам на нефть. То есть, если говорим о ценах на нефть, то стоит все же поговорить и о ценах на газ. И учитывая, что сейчас Азербайджан, в частности, делает ставку на то, чтобы поставлять именно свой газ на европейские рынки, вот с этой точки зрения, что сейчас происходит, чего нам ожидать? Несколько дней назад мы все видели информацию, новости по поводу того, что цены на газ снижаются на мировых рынках. Сейчас мы наблюдаем немножко иную динамику. Но если вот сравнивать их вместе, что здесь мы ожидаем? Ожидаем рост цен на природный газ. То есть, о чем идет речь? Конечно, бывает некоторое замедленное действие цен на газ по отношению к нефти. То есть, нефть вначале растет, а потом цены на газ растут. Поэтому я считаю, что цены на газ будут расти. И если смотреть дальше, я думаю, что можно ожидать даже двукратный рост цен на природный газ. Потому что он резко упал. И Азербайджан будет от этого только выигрывать. Потому что, как вы отметили, мы уже с этого года начали поставлять природный газ Грецию, Болгарию, Италию. И уже некоторые страны дополнительно уже строят новые соединственные трубоповоды, чтобы получать азербайджанский газ. Но просто тот момент, что, господин Ализаде, у нас же контракты уже подписаны. Соответственно, там определенная стоимость указана. Ну, опять же, определенная стоимость указана, но она будет расти. И эта стоимость не играет, не может существовать и в рамках рынка. То есть, я считаю, что цены будут расти. И поэтому я считаю, что Азербайджан должен надеяться на получение более высоких доходов. И цены на природный газ будут играть положительную роль для азербайджанской экономики. Кроме того, я хотел бы вернуться все-таки ценам на нефть. Потому что нефть является самой, так скажем, ведущей. И в этом случае, я опять, у нас, если посмотреть поступление по нефти и по газу, то по нефти у нас где-то поступление 4-5 раз больше, чем от природного газа. И поэтому нынешний рост цен на нефть, я считаю, что будет не краткосрочным, а долгосрочным. Почему? Я опять же скажу. Дело в том, что если... Долгосрочным вы имеете в виду период до 2050 года? Можно сказать так. По сравнению с нынешними ценами, он будет долгосрочным. Даже, я знаю, некоторые... То есть, нас не ждет то, что происходило в прошлом году? Нет. Нас не ждет то, что... Нет. Понимаете, уже тренд на рост цен на нефть был. Мы вспомним, что оно дошло до 60-70 долларов, когда произошла пандемия. Пандемия... Господин Ализады, я сразу вспоминаю почему-то плохое. Я вспоминаю, как просто нефть продавалась вообще за ту стоимость, за которую даже ее не производили, не доставали. Сейчас я объясню. Вы сейчас думаете, что нефти нет на мировых рынках? У нас только ОПЕК где-то 7 миллионов сократил, чтобы держать эти цены. Понимаете? Если бы сейчас ОПЕК сбросит миллион-полтора, у нас цены опять рухнут до 20 долларов. Появилось новое мышление у стран-экспортеров нефти. То, что слишком большие объемы нефти на рынке, могут привести их к банкротству. Потому что некоторые экономики стран Персидского залива существуют на... У них бюджеты были рассчитаны порой с 80-90 долларов. Сейчас они еле-еле, в конце концов, сводили, когда цены упали. Поэтому сейчас идет политика удержания цен. Удерживаются цены за счет сокращения. Понимаете? Я опять говорю, сейчас, по сравнению с прошлым годом, чтобы установить равновесие, баланс между спросом и предложением, сокращение действует где-то на 7 миллионов долларов в сутки. То есть, если это бросить на рынок, то понятно, что цены на нефть упадут. И поэтому... А в то же время, если посмотреть последнюю статистику Соединенных Штатов, они говорят, что мы уже к 2022 году полностью восстановим все рабочие места, полностью восстановим РосВВП. То есть, они тоже... Это все наиболее... Почему я говорю бычий тренд? Потому что именно идет оздоровление экономик. То есть, поэтому можно говорить о том, что цены на нефть – это долгосрочная перспектива его роста. Ну, а здесь, Андрей Вячеславович, возникает еще такой момент. Я этот вопрос задавала неоднократно нашим аналитикам. Всегда, когда растут цены на нефть. Здесь все те страны, которые... Страны-производители, да? Они, как только растут цены на нефть, очень часто забывают о работах по диверсификации экономики. О работах, направленных на то, чтобы, грубо выражаясь, слезть с нефтяной иглы. Вот здесь опасности такой не будет ли наблюдаться, если, вот как говорит господин Лизаде, этот бычий тренд, он продолжится? Конечно, риск вот этой вот голландской болезни, он есть. Мало того, помимо этого риска, есть еще и недопонимание того, что, в общем-то, основные рынки, по крайней мере, крупнейшие экономики, они действительно серьезно вкладывают как в альтернативные источники энергии, но не только в них. Будет, в принципе, определенный мониторинг того, сколько метана и сколько углекислого газа выбрасывает та или иная страна, именно ее нефтяная или нефтегазовый образ. Я вот приведу пример. Каспий за исключением Ирана и России, что там другая страна, то есть мы берем Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, вот этот вот сегмент именно Каспийский, теряет в районе 15 миллиардов кубометров в год. А Азербайджан экспортирует 10 кубометров. То есть мы можем представить, что, в общем-то, эмиссии метана высокие. К чему это может привести? Да к тому, что будет определенный налог, да. Риск такого налога или какие-либо ограничения. Вы говорите про контракты на 25 лет. Да, но это контракты на объемы поставок. Это не контракты по цене. Цена обычно определяется как полугодовая средняя на нефть, определенный процент ее. И другой процент будет идти, связанный с европейскими ценами на европейские хабы. А что касается налогов, то они могут быть введены, в принципе, странами Европейского Союза. И ввиду, что Европейский Союз ввел стратегию метана, метановую стратегию, стратегию по сокращению эмиссии метана, то вполне вероятно, все эти вопросы будут стоять перед странами-производителями. То есть здесь вопрос в том, что именно нужно смотреть на то, что происходит, а не только собирать сливки в прибыли. Здесь еще Андрей Вячеславович. Мы также с вами говорили до начала эфира по поводу как раз энергетической хартии. Помните, вы мне сказали, что есть такая информация, Financial Times, что Франция и Испания могут выйти из этого договора. Поставить вопрос о выходе. Из договора об энергетической хартии. К чему это может привести, то есть для компаний, для Азербайджана, но и в частности для Европейского Союза? Спасибо за вопрос. Да, действительно, эта тема интересная. Она, конечно, не напрямую связана с рынком. То есть рынок как таковой от этого не будет, я так понимаю, страдать. Но компании могут, конечно, оказаться в некоторой ловушке. Дело в том, что энергетическая хартия предоставляет определенную платформу для разрешения споров. И в первую очередь инвестиционных споров. И это, в принципе, самый емкий документ в этом отношении. Но существует определенное мнение, которое стало доминировать в последнее время, что так как энергетическая хартия покрывает, в частности, инвестиции в углеводороды, то есть в нефть и газ, то, что производят те же самые эмиссии углекислого газа и метана, то, соответственно, от энергетической хартии надо отказаться. И это интересно, но мнение крайне ошибочное, потому что энергетическая хартия покрывает тоже инвестиции в возобновляемые источники энергии. И та же Испания, которая заявила о том, что она поддержит Францию в возможном выходе. В общем-то, большинство дел, которые произошли в Испании против Мадрида, это солнечные панели, это инвесторы в солнечные панели, которые пытаются защитить себя. В принципе, тренд не очень хороший. Я не уверен в том, что самый радикальный сценарий не возьмет вверх. Но все же есть вот такое ощущение, что определенные силы, и даже, в принципе, достаточно серьезные силы на уровне ЕС пытаются превратить международное право в такой некий инструмент для достижения политических целей климатической нейтральности, так называемой. И это, конечно, не очень хорошо. Почему? Потому что часть инвестиций, именно инвестиций в сокращение эмиссий, они происходят именно в нефтегазовой сфере. Если мы смотрим на то, где реально есть потенциал сокращения эмиссий, так это именно в нефтегазовых отраслях. И, например, переход от угля на газ или от нефтепродуктов на газ или сокращение, опять же, сжигания попутного газа или сокращение метановых эмиссий. Это все инвестиции. И, конечно, Азербайджан, который, в общем-то, принял на себя обязательства энергетической хартии, где есть компании, которые оперируют, не заинтересован в том, чтобы договор к энергетической хартии был выброшен в мусор. Тем более здесь есть такой некий дипломатический момент, как я понимаю. Одним из наиболее активных сторонников энергетической хартии является Турция. И учитывая связку политическую и геополитическую связку между Азербайджаном и Турцией, то, понятное дело, что Азербайджан, скорее всего, поддержит Анкару в тех действиях. Но в целом я бы сказал, что это тренд, который очень напоминает того же самого Дональда Трампа, который хотел отказаться от ВТО, от Всемирной торговой организации, как торговой площадки разрешения спорта. Спасибо большое, Андрей Вячеславович, за такой прогноз. И, конечно, по поводу контракта тоже, который на 25 лет и стоимость цен на газ. Господин Ализаде, вам тоже большое спасибо за то, что приняли участие в обсуждениях и ответили на наши вопросы. Я напомню нашим телезрителям, что в эфире телеканала Си-Би-Си они смотрели передачу «Экономика дня». Вела ее я, Хэлма Мамедова. В этом выпуске мы говорили о том, что неделя началась с оптимистичных новостей, и цены на нефть преодолели психологическую отметку в 60 долларов за баррель. Всего же за прошлую неделю бренд вырос на 8%, а смесь марки WTI на 9%. Я напомню еще раз, в студии телеканала Си-Би-Си все это время вместе со мной находился Фуадо Лизаде, экономический обозреватель телеканала Си-Би-Си. На связи по видео с нами был Андрей Белый, он профессор университета в Восточной Финляндии, основатель консалтинговой компании Балэсэна. И еще раз вам большое спасибо, крепкого здоровья, крепкого здоровья нашим телезрителям. Оставайтесь с телеканалом Си-Би-Си. Си-Би-Си